Голы Тарасенко, Овечкина и Панарина Капитан Вашингтона забил два гола, сделал две передачи и продлил результативную серию до восьми встреч. С 12 очками в 11 матчах он является лучшим российским бомбардиром. Владислав Наместников чувствует себя в Оттаве как дома. После обмена из Рейнджерса он набрал 7 очков в 7 матчах, а на этой неделе отметился двумя голами. Одним в меньшинстве, другим в ворот Антона Худобина, который не дотянул до шатаута всего 73 секунды. Но это не помешало вратарю Далласа одержать первую победу в сезоне. Российские нападающие Рейнджерс забивают, но это пока не приносит успеха команде, проигравшей пять раз подряд. Артемий Панарин и Павел Бучневич на минувшей неделе забили по голу в ворота Вашингтона, а Хлебушек также отметился шайбой в матче с Ванкувером. По голу забили еще трое россиян. У Никиты Гусева все по-прежнему сложно, но его гол в ворота Рейнджерс помог Нью-Джерс одержать первую победу в сезоне. Защитник Филадельфии Иван Проворов забил свой второй гол в чемпионате в матче с Вегасом. А нападающий Лос-Анджелеса Илья Ковальчук размашисто поразил ворота Калгари, забросив свою третью шайбу в сезоне. Было и несколько дебютов. 22-летний Яков Тренин провел свой первый матч в НХЛ, сыграв за Нэшвилл. Защитник Аризона Илья Любушкин провел два первых матча в сезоне, как и форвард Детройта Евгений Свечников, сыгравший в НХЛ впервые с апреля 2018-го. Достойно себя показали вратари Семен Варламов. В своем единственном матче принес Айлендер с победу над Виннипегом. Андрей Василевский пропустил шесть шайб от Колорадо, но помог Тампе по булитам переиграть Бостон и совершил умопомрачительный сейф на последней секунде поединка с Питтсбургом. А вратарь Флориды Сергей Бобровский тоже пострадал от Колорадо, пропустив пять шайб, но отменно сыграл против того же Питтсбурга, добыв свою третью победу в чемпионате. На этом все. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Пока!